Добрый день! Говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке, предлицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сейчас скорее мы будем говорить о наступившем прошлом, потому что, как вам всем известно, почил в БОЗе договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный еще Горбачевым и Рейганом 32 года тому назад. И снова открыт весь режим контроля над ядерным оружием. Закрылась эпоха. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года во время советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. В течение трех лет обе стороны обязались ликвидировать все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Договор является бессрочным, однако любая из сторон вправе его расторгнуть, если она сможет предоставить убедительные доказательства необходимости своего выхода. На данный момент, по сведениям из открытых источников, Россия имеет не более одного бригадного комплекта крылатых ракет 9М729. По мнению США и их союзников НАТО, это считается нарушением договора, поскольку фактически эти ракеты имеют радиус действия свыше 500 километров, на что Россия заявила, что официально их радиус не превышает 480 и, соответственно, не нарушает условия договора ракет средней и меньшей дальности. Воплотятся ли угрозы президента Трампа о желании превзойти Россию в расходах на создание новых ядерных вооружений в жизнь? Где новые ракеты будут размечены? И ожидает ли нас новая гонка вооружений? Обсудить эти насущные вопросы и вообще понять, что будет происходить с ядерным оружием в 21 веке, будет ли оно оказывать такое же влияние на весь ход международных отношений и на всю международную ситуацию, мы пригласили наших гостей. Это Александр Гольц, военный обозреватель, шеф-редактор портала «Ежедневный журнал». Здравствуйте. И Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте. Ну, вы знаете, может быть, я все-таки хотел бы начать не с договора РСМД, уже очень много о нем прозвучало, а вот тоже недавний эпизод – индо-пакистанский конфликт. Когда буквально в течение нескольких дней казалось, что вот две ядерные державы стоят на грани ядерного столкновения, и буквально в течение каких-то пары суток все как-то моментально деэскалировалось, затихло и не дошло до никакого ядерного столкновения, воздержались от применения ядерного оружия. Вот почему такой у них постоянно происходит балет, и возможно ли, скажем, применение ядерного оружия между Индией и Пакистаном? Там до ядерного оружия близко не было. Там мог начаться более серьезный конфликт в Кашмире. Такие конфликты происходят там достаточно регулярно. Там практически вот только что, там, я не знаю, пару дней назад или позавчера вот опять там убили кучу народа, была перестрелка. То есть там перестрелки происходят постоянно. Во возможности эскалации. А в конце этой, вот в конце этой эскалации не исключен обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном. Причем тут вещь такая, что это будет не связано с Кашмиром. А это может быть связано с более равнинными регионам, которые южнее Кашмира, индо-пакистанской границы, где у Индии очень большое конвенциональное преимущество, особенно в современных, более современных танках, где-то там один к пяти. И поэтому индусы могут просто смести пакистанскую армию, взять Вахор. И в этой ситуации пакистанцы уже давно решили, что они не первым применят ядерное оружие тактическое. Поэтому они в основном разрабатывали и развертывали именно тактическое ядерное оружие, которое должно остановить индийский танковый прорыв. А вот в ответ на это Индия может нанести более серьезные ядерные удары по всей территории Пакистана. По военно-воздушным базам, по местам расположения пакистанской армии, у них отдельные собственные города, они вообще отдельное государство внутри государства. И на них держится Пакистан. В результате развалится Пакистан, погибнут там десятки миллионов людей. Это угроза. И эта угроза, в общем, сдерживает. Потому что вот мы сейчас увидели, что вероятность того, что это выйдет на ядерный уровень, была. И поэтому обе стороны сочли нужным дать задний ход. То есть ядерное оружие продолжает выполнять ту роль, которую оно выполняет 45-49 года. Оно сдерживает большие войны. 70 лет фактически сдерживания, и ядерное оружие продолжает работать. И продолжает работать в 21 веке, так же, как оно работало в 1950-е годы. Вот здесь вопрос. Я согласен. Существует школа мысли, что ядерные державы друг с другом не воюют. И всегда, как идеальный случай, показывают Индию и Пакистан. Вот смотрите. Воевали до бесконечности друг с другом. Стоило появиться ядерному оружию, и вооруженные конфликты были сведены до минимума. Однако, на мой взгляд, именно сейчас мы наблюдаем нечто другое. Ушло поколение лидеров, которые понимали, что такое ядерная война. Которые выросли в ощущении ядерной угрозы. И вот в этой ситуации, если думать о немыслимом, возможно, схема не Второй мировой войны, когда был очевидный агрессор, который планировал нанести удар и нанес его. А схема Первой мировой войны. Когда короли и премьеры, в общем-то, не собирались воевать. Когда хотели попугать друг друга. И вот в этой ситуации у генеральных штабов тогда была новая игрушка. Мобилизационные планы. И они включили эти мобилизационные планы. И с какого-то момента ситуация стала развиваться автоматически. Тогда, сто лет назад, у премьеров и императоров был шанс остановиться. Все-таки развертывание проходило добрых две недели. Сейчас на размышления будут в лучшем случае часы, а может быть и минуты. И сейчас тоже возможно такое автоматическое развертывание? То есть есть алгоритмы, которые могут в автоматическом режиме привести к эскалации до ядерного конфликта? Ну, представим. Владимир Владимирович Путин в своем интервью по поводу воссоединения с Крымом сказал, что он думал о том, чтобы поставить режим наивысшей боевой готовности для наших ракетных ядерных сил. Бог знает, что он имел в виду. Поскольку ракетные ядерные силы, как и в России, так и в США, находятся в постоянной боевой готовности. Но представим себе на минутку, что глава нашего государства решил объявить об этом. Немедленно, в этом нет никаких сомнений, соответствующий ответ последует из Соединенных Штатов. И ровно в этот момент мы все окажемся заложниками эффективной работы систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Нет, у американцев есть DEFCAMP, 5 ступеней. У нас есть примерный аналог. Действительно, ракетный, то, что у нас тоже РВСН, оно находится в постоянной боевой готовности. А подводные лодки нет. Их надо выводить. То есть они, конечно, стрелять теоретически могут прямо от причала, но это смешно, потому что там их, в этот фьорд, там, на Кольском завиве одной подводного взрыва достаточно, их все выкинет далеко на берег, и они будут небоеспособны. Они должны сняться, они должны уйти на север под плавучий лед. Но есть и другие варианты. Есть классические варианты развертывания, которые могут, когда штабы войдут в графики, которые будут длиться достаточно долго. Вот, например, в НАТО сейчас приняли программу, так называемые, 30+. Это за 30 дней должны развернуть там 30 эскадрильей, 30 боевых кораблей и 30 батальонов выдвинуть на границу с Россией. То есть в Прибалтику и в Польшу. Ну, эскадрильи можно быстрее, чем за 30 дней перебросить, это точно. Даже корабли потребуется, может быть, недели-полторы. А вот на батальоны нужно месяц. Не меньше, а то, может, и больше, чтобы перебросить батальоны из Испании, Франции, Америки и откуда-то. И начнет, скажем, выполняться этот план. Например, столкновение двух самолетов над Балтикой. Это может произойти в любой момент, вот как мы разговариваем. То, что постоянно сближание самолетов происходит. Какой-то летчик немножко нервно среагирует, управляясь своим самолетом. Будет столкновение, как вот в районе былого острова Ханань между американским разведывательным самолетом и истребителем народной армии Китая. И начался кризис тогда, вот Хананьский кризис. Начнется Балтийский кризис. Штабы Запада будут говорить, мы должны, у нас очень много времени уходит, больше месяца. Мы должны начать выдвигать силу, потому что Прибалтика беззащитна. Россия может там сконцентрировать значительно большие силы, значительно быстрее. Мы должны включить это 30 плюс 30, как предосторожность. Вот, значит, мы тогда, вот, хорошо, они это включили. Значит, началось движение этих батальонов. А мы что должна делать Москва в этот момент? Что, сидеть и ждать, пока они там развернутся, сдадут плацдарм, которым будет гораздо труднее занять. Из этого плацдарма будут нацеливаться на Москву и на Питер своими высокоточным, этим самым дальнобойным оружием. Или мы должны превентивно занять Прибалтику, чтобы не допустить их развертывания. Ну, как в 39-м году. То, что мне рассказывали мужики в начале 90-х в Генштабе, как вот о наших планах дойти до Ла-Манша за день, за два из ГДР, это рассматривалось как превентивная оборонительная мера вот этого наступления, чтобы выйти к Ла-Маншу до того, как американские подкрепления пересекут Атлантику. То есть, мы всегда, Россия всегда ведет только оборонительные войны и справедливые. Вот, за 500 лет увеличив свою территорию в 50 раз в результате. Вот это вот может произойти. Мы можем войти в такой график, когда движение к войне станет необратимым. Ну, то есть, да, алгоритмическим фактически. Насколько мы ближе к этому сценарию сейчас, чем, скажем, 5 лет назад? Или просто в момент существования договора о ракетах средней и малой дальности? Мы видим, как планомерно разрушается вся система контроля над ядерным вооружением. И вообще, система контроля над вооружением. Практически не работает договор об обычных вооруженных силах в Европе. Договор открытого неба испытывает все большие трудности. Уже уничтожен договор РСМД, который очень серьезно связан с договором СНВ. Срок действия которого истекает в 2021 году. СНВ в 2021. Да. Никаких переговоров относительно его продления не ведется. Увы и ах, в обеих столицах, я имею в виду Москва и Вашингтон, одержали верх, я бы сказал, обскурантистские силы, которые говорят, что нам никакого контроля над вооружениями и не нужно вовсе. Что вот давайте посоревнуемся, давайте кто больше произведет больше и лучше оружия. И тогда проигравший в этой виртуальной гонке будет вынужден принять условия победителя. Тактически то, что происходило в начале 80-х. Да. То есть примерно этого мы откатились в времена Першинг-2, СС-20. Нет, все-таки в начале 80-х работало соглашение ОСВ-1. Да, ОСВ-1. И предполагалось, что вступит в силу ОСВ-2, так никогда и не вступившая. Сейчас ситуация гораздо хуже. Мы можем оказаться, я думаю, после 21-го года, в ситуации, если экстраполировать происходящее на историю предыдущей холодной войны, мы можем оказаться в ситуации накануне Карибского кризиса, когда никаких соглашений не было. И поэтому мы находимся... Я согласен с теми, кто говорит, что если нам удастся пережить этот кризис, то тогда, может быть, стороны вновь осознают свою ответственность, если удастся пережить. И ни шатко, ни валко начнутся какие-то новые переговоры, наверняка мучительные, тяжелые, поскольку вот этот груз взаимных обвинений, взаимных претензий, он становится все более и более тяжелым. Насколько ядерные сценарии вероятны? Вот я хочу здесь процитировать довольно любопытную статью, которая была на сайте Российского Совета по международным делам. Некого, как-то никто не может сказать, Алексеев, Валерий Алексеев, там пишет, что ядерное оружие – это миф, это некая, так сказать, религия, вот как древние греки и римляне верили в гнев богов, но богов они никогда не видели. Вот да, один раз применили Хиросима и Нагасаки, но с тех пор на протяжении 70 с лишним лет ядерное оружие не применялось, и было вот этой вот отдаленной угрозой. Основная логика этой статьи – ядерное оружие не так страшно, потому что можно провести ограниченную ядерную войну. Вот все моделирование, и здесь самая слабая точка в рассуждениях этого автора, потому что все моделирование, которое проводили все 80-е годы, как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах, неизбежно любой розыгрыш ситуации с ограниченной ядерной войной очень быстро приводил к тому, что проигрывающая сторона начинала использовать стратегическое оружие в полномасштабе. Вот как Индия с Пакистаном, то, что вы обрисовали, да? Нет, но с Индией с Пакистаном это немножко другое. То есть теперь, когда ядерных держав больше, причем много больше, и есть такие, которые, в общем, настроены на войну друг с другом, как Индия, Пакистан, Индия, Китай. Если для Пакистана главный враг это Индия, то для Индии главный враг это не Пакистан, это Китай. И поэтому индийское ядерное оружие прежде всего нацелено на Китай. И Индия строит свои вооруженные силы не против Пакистана, то есть против Пакистана тоже, но Пакистан как часть китайской угрозы. Вот есть Израиль, есть Иран. То есть, возможно, такая ядерная война без участия официальной пятерки или без участия США, России и Франции с Англией. И она будет ограничена по определению, потому что у этих стран большого арсенала нет. Кончатся ракеты. Ну, не очень много у них. У них недостаточно, чтобы уничтожить планету, скажем так. Да, но при этом они там в своем регионе достаточно наломают. Вот такая ядерная война, наверное, неизбежна в конечном итоге. Ну, исторически, если мы посмотрим там в течение ближайших 50, скажем, лет, вот так вот, вероятность приближается к единице, что такая ядерная война произойдет, которая может быть очередным уроком для человечества, которая, в общем, забыла уроки ядерной бомбардировки Японии во многом. И если вот такое произойдет и окажется, что это очень страшно, потому что вся идея таких вот рассуждений, это в том, что ядерная война, это не так страшно. Это просто еще одно оружие, которое может там помочь чем-то... Да, он все время оперирует, что вот во Второй мировой войне до Хиросимы на Дакасаке, как Львовско-Сандомирская операция, не больше людей погибло. Ну да. А вот смотрите, сколько под Берлином положили, а вот смотрите, сколько в операции Бакратион положили. Что же вообще сравнивать? Там оперируют миллионами людей. Ну, можно еще вспомнить, что во время Тайпинского восстания, в середине 19 века, по некоторым источникам погибло больше 100 миллионов человек. То есть больше, чем во Второй и Первой мировой войне вместе взятых. Некоторые, правда, говорят, что там было меньше, там было где-то 30 миллионов, но неважно. Так что зарезать, как говорится, можно и ножами. Очень много народа. Это не аргумент. Не нужно для этого ядерное оружие. Это не аргумент. Но вот как раз такая ограниченная ядерная война может быть уроком. А вот то, что у вас можно ограниченный ядерный конфликт России и Америки, трудно, в общем, тоже можно придумать, но, скорее всего, нет. Единственное, что хорошее произошло с 80-х годов, это то, что физически было ликвидировано где-то 80% почти ядерного оружия. Ну, или где-то, в общем, в разы сократилось. Ни нищего потенциала на что хватит? На пике у Советского Союза было 15 тысяч боеголовных. Нет, было где-то под 40 всего боезарядов, причем развернутых. И еще мог Средмаш еще где-то 15 тысяч в милиционном периоде выкатить. Вот, то есть и у американцев были схожие цифры. То есть речь шла о 80-90 тысячах использования боевых блоков. А сейчас, в случае даже полномасштабного ядерного конфликта, мы будем говорить о меньше 10 тысячах, значительно меньше. Ну, это с учетом тактических. То есть можно ожидать, что в Южном полушарии более-менее уцереет. Там суши маловато, в Южном полушарии в основном вода и Антарктида. Но можно надеяться, что, скажем, Новая Зеландия почти не пострадает, например. И Австралия. И, да, Аргентина там с Патагонии. Вот, и Йоханнесбург. Прекрасный сценарий. Так что, вот это хорошо. Это хорошие новости. Последняя попытка, реальная большая попытка ядерного разоружения закончилась совсем недавно. Президент Барак Обама был принципиальный сторонник ядерного разоружения. Он не только повторно предлагал Москве это сделать совместно, но в одностороннем порядке уничтожал целые классы американского ядерного оружия тактического. Так что у них практически тактического сейчас не осталось. Ну, в частности, ровно те ядерные ракеты «Томагавк», которых так боится российская руководство. А их нет в реальности. Их нет в природе. И нет тех, которые даже были следующего поколения, которые стелд там на 5000 километров летают. Но сейчас американцы приступили к созданию нового поколения. Всего этого дела. Насколько Трамп может переломить ситуацию? Насколько важен фактор Трампа? Переволвенно ситуация. Приняты программы «New Quiet Pasture Review». Выделены деньги. Создается новое поколение ядерного вооружения. В первую очередь именно тактическое будет в большом количестве. Появятся и новые стратегические носители. Это все потребует некоторого времени. Но мы вступили в гонку вооружения. То есть до этого в гонке была односторонняя. Участвовала только Россия. Она гналась как бы с тенью. Потому что американцы разоружались, а мы вооружались. А теперь будут вооружаться обе стороны. И это в общем даст сценарий 80-х годов. При отсутствии механизмов контроля и договором непрямой линии президентов. Но она не очень всегда помогает. Нет, там есть еще одна надежда. Как показывает недавняя встреча Трампа с Кимом. Есть контакты между военными. Все-таки председатель комитета начальников штабов встречается с российским начальником генштаба. И Герасимов также встречается с главкомом НАТО в Европе. Но это вот спорадические контакты. Это практически утеряна вот эта культура красных линий. Горячих линий. Горячих линий. Красных. Вы правильно сказали. Про красные линии с этим проблемой. Да. И красных тоже. Потому что в те же 80-е годы были понятны, более или менее понятны правила игры. Их иногда нарушали. Но правила игры были понятны. Сейчас мы вступили в период, когда правила отсутствуют. Ну тогда тоже. Мы были на 100 км войне в 83-м году. Вот почти перешли. В какой момент 83-го? Ну 83-го после корейского лайнера. Нет, ну Эйбл Арчер. Были учения Эйбл Арчер. Но я это изнутри тогда чувствовал. Потому что я с теми людьми, которые сгалили, они как бы ничего не говорили. Но я понимаю под дикому напряжению, что все ожидают, что год сейчас начнется. Потому что наши решили, что американцы проводят учения Эйбл Арчер. А это не учения, а это прикрытие внезапного удара. И бюро попряталось в самые глубокие бункеры, которые могу найти. И ожидало, что мы должны вообще их упредить. И вообще все было вот на мазине. А обошлось. Подполковнику Петрову надо поставить памятник. Ну это не Петров. Нет, нет. Ну хорошо. Все-таки это человек, который, получив сигнал о массированном ударе, вот в этой установке. Он принял, единолично принял решение, что не стоит беспокоить руководство. И принял решение, что это знаменитый фильм, человек, который спас мир. Ну это, мне, впрочем, говорили тогда, когда наши запустили единственный раз чемоданчик. Он единственный раз был использован в 95-м году, когда норвежцы запустили с Андойи эту испытательную ракету. Американскую, кстати. Сделанную из ракет, уничтоженных по договору РСМД. Вот, высоко очень. И там сработал, да, чемоданчик. Но, в принципе, мне сказал тогдашний начальник генштаба, с которым я хорошо дружил, Михаил Колесников, что мы не очень напрягались, потому что мы знаем, что если война начнется, она не начнется внезапно. Археология будущая. Продолжаем наши разговоры о прошлом и будущем ядерного оружия. Ядерный чемоданчик – это ли вещь, которую мы возьмем с собой в 21 век? Павел Фельгенгауэр и Александр Гольц участвуют в нашем разговоре. И сейчас хотел бы поговорить о российском ядерном оружии. Можно ли его рассматривать как некую последнюю символическую, статусную и материальную опору российского суверенитета, учитывая то его значение, которое ему придает президент Путин? Покушение на российский суверенитет происходит исключительно в головах российских же начальников. В общем-то, по моему скромному мнению, этого суверенитету ничто не угрожает. Увы и ах, российское руководство исповедует, если пользоваться научными терминами, нечто подобное политике «Реалполитик». То есть только это «Реалполитик» не Киссинджера, когда сложнейшие системы противовесов, взаимных гарантий и так далее. Это примитивный «Реалполитик» метрних Бисмарка, ну, может быть, Сталина. Крупные ребята сидят за столом, ведут постоянную игру с нулевой суммой, пытаясь сделать гадость друг другу. Правда, уважают при этом друг друга. И они вот за этим столом решают судьбы малых сих. Вот, собственно, и, конечно, если представлять мир вот таким образом, Россия, у которой, по сравнению с Советским Союзом, ну, совсем нет ресурсов, старое население, уже не сформируешь многомиллионную армию, нет союзников, не слишком хорошая экономика, финансы. Даже военная промышленность, которая вряд ли может начать массированное, необходимое для войны, выпуск серийных вооружений, что остается? Остается ядерное оружие. Вот это советское наследство, которое приобретает особую, я бы сказал, сакральную ценность в глазах российских начальников. Насколько оно по карману России, ядерное оружие? Как я понимаю, даже его ныне модернизация нынешнего потенциала занимает от четверти до третьего военного бюджета. Ну, само по себе ядерное оружие по карману, вот средства доставки – это другое. То есть само поддержание оружейно-ядерного комплекса – это тоже, кстати, недешево. Это вот то, что раньше был Средмаш, Министерство среднего машиностроения, а сейчас это РУСАТОМ. Но они, правда, еще и занимаются, там, электроэнергию производят, там, изотопы всякие для исследования, строят промышленные реакторы. Но вот они поддерживают именно ядерную часть. А вот доставка – это дороже, тем более, что придется создавать новые системы, поскольку американцы решили, у них будет новое поколение. Потом нужно создавать там систему какую-то, у нас создают национальную систему противоракетной обороны. Все территории страны тоже пытаются создать. Это, конечно, очень дорого. Силуанов там где-то год с лишним назад сказал, что треть бюджета реально уходит на оборону и безопасность. Гораздо больше, чем это, если так смотреть. Но наш военный бюджет практически полностью закрыт, то есть он полстраницы, открытая его часть, на полстраницы машинописанного текста. Ничего понять из этого нельзя, стоимости непонятны, вообще стоимости закупок непонятны. Не говоря уже о закрытых статьях исследовательских. Треть бюджета – это сколько процентов АВП? Официально-то у нас где-то в районе пяти. Ну, в общем, да, где-то в таком размере. Нет, официально 2,8, на самом деле. А в реальности действительно где-то... Но Силуанов сказал, что треть бюджета федерального – это где-то в районе пяти процентов. Это, в общем, много. Это больше, чем в Соединенных Штатах. Это сравнимо с Израилем. Это неподъемно. И в гонке, в противостоянии с Западом, в общем, у России больших шансов нет. Но ядерное оружие, да, это важно, поскольку это как бы последнее основание считать Россию сверхдержавой. То есть претендовая, что в ядерном области мы даже Китай превосходим, который превосходит нас сейчас уже во всем остальном принципе практически. Кроме ядерного оружия. Ну да, кроме, может быть, еще немножко в космосе. И то они там уже почти сравнялись. А в ядерном мы превосходим, или во всяком случае точно равны. И поэтому без этого мы уже не сверхдержава с ядерным оружием. Сверхдержава без ядерным оружием и большая Украина. То есть малоразвитая страна третьего мира, но правда с нефти. Или какая-то супер-Венусуэла. И страх оказаться супер-Венусуэлой, при этом лучше быть там, как говорится, верхней вольтой с ракетами, чем верхней вольтой, но без ракет. И как по старому советскому анекдоту. И поэтому с ракетой это важно. Это все. Без ракет нас никто вообще за людей считать не будет. Ну да. Давайте не обижать Украину, особенно учитывая выборы там сейчас происходящие. Но насколько можно всерьез воспринимать те технологии, которые были заявлены Путиным и в прошлом году, и вны, и в этом году. Как здесь отделить зерна от плевел? Как отделить мультфильмы от реальных разработок, которыми владеет или будет владеть Россия? Ну, довольно трудно это сделать. Скажем, в области... Самое интересное, что больше всего мы знаем о ракете, у которой есть очевидные трудности. Это тяжелая жидкотопливная ракета «Сармат». Она была названа среди этих самых достижений нашей ракетно-ядерной сферы. И более или менее понятно, что в этой ракете трудности все говорят, вот начались испытания. А на самом деле прошли только бросковые испытания. То есть было проверено, может ли макет этой ракеты быть вытолкнут из шахты пороховым зарядом. Болванка просто. А вот тот мультик, то кино, которое показывали, там ракета уходит в небеса. Это явно не «Сармат». Это явно какая-то другая ракета. То, что касается вот этих ракет, которые летают на гиперзвуковой скорости, ну, такие исследования велись и ведутся разогнать с помощью истребителя аналог Искандера. Ну, это интересные инженерные решения, но не более того. Вот. А вот то, что касается вот этих совершенно фантастических, фантастического оружия на ядерных, на неких атомных ядерных двигателях, это уже не научная фантастика. Ну, по крайней мере, совершенно непонятно, как они работают. И главное, непонятно, зачем они нужны. Потому что они ничего не добавляют к существующей вещи. И тот же самый кинжал имел смысл, пока действовал договор РСМД. Потому что это был летающий, скажем, Искандер, у которого в результате запуска там с 10 километров увеличивалось на тысячу с лишним километров радиус. И он становился из оперативно-тактической ракеты, ракеты среднего радиуса действия. А если ракеты среднего радиуса действия разрешены, то зачем вот тогда это все городить? Но тут есть такая вещь, что в советское время, это известный факт, по Красной площади во время парада возили макеты из Папье-Маше, гигантских ракет, чтобы пугать Запад. То есть, в принципе, как оружие сдерживания может работать модель из Папье-Маше. И мультфильм может работать, как оружие сдерживания. А сейчас не макеты возят? Ну, там, конечно, боевой ракеты там нет внутри. Там пустая контейнер. Скорее всего. И уж точно нету боевых блоков на ней. Будем молиться, чтобы там не было боевых блоков. Надеюсь, я на это, да. Так что, в принципе, для ядерного сдерживания это работает. Тем более, американская разведка, Пентагон, его разведывательное управление всегда во время Холодной войны и сейчас преувеличивают в разы российскую угрозу. Во время конца Холодной войны раз в 20 преувеличили. Потому что им это выгодно. А мы преувеличиваем их возможности бессовестно совершенно. Они преувеличивают наши. Это такая игра, которая помогает и тем, и другим. Такой сговор военных против гражданских. Так что это, да, это работает. А вот само по себе большого смысла не несет. И это не придает большей безопасности стране. Но зато это позволяет бессмысленно расходовать очень много денег. А это, по-видимому, является основной целью. Я бы согласился с Павлом, что не придает больше безопасности. Я бы даже сказал, что уменьшает безопасность. Потому что мы не знаем реально, насколько человек, который принимает решения в нашей стране, единственный человек, который принимает решения, верит вот этим сказкам. Ему можно втюхать, как выясняется. Ему втюхали разгром с американского вертолета талибов в Афганистане, сказав, что это наши замечательные вертолетчики уничтожают террористов Сирии. Вот по энтузиазму я не психолог. Я не знаю. Но по энтузиазму, с которым Владимир Владимирович Путин говорил о потрясающих достижениях нашей научно-технической мысли, может быть и так, что он верит, что эти вооружения дают ему некоторое превосходство. И это уменьшает нашу безопасность. Это российская вундервафа. Потому что в критический момент, в момент кризиса, который, как мы понимаем, вполне вероятен, он будет исходить из того, что он обладает возможностями чисто военного плана. Военное превосходство. Есть мнение в Москве, серьезное высказывается, что мы уже достигли военного превосходства над Западом. Да, стратегического, ядерного. Вообще, нет, во всем. У нас уже официально... По военному бюджету... Нет, почему? Да, вот, а мы такие умные, мы можем задешево. Это старая тоже сказка и тоже из времен прежней холодной войны, что мы такие умные, вот у американцев денег много, а у нас мозгов больше. Ну, типа, как Михаил Задорнов там все объяснял. Вот, что у нас уже 136, вот, объявил Шойгу, постоянно готовых тактических батальонных группы, а НАТО против нас развернуло 4. Вот, в Польше и в Прибалтике. То есть, у нас вообще уже превосходство во всем. Наши самолеты лучше, у нас танков больше. Танков у нас действительно сейчас больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых. Даже и с Китаем, по-моему, вместе. Да, и все страны мира. Ну, в общем, да, так что мы достигли тотального мирового военного превосходства и можем диктовать Западу свою волю. Но вот они глупые и не понимают, что мы уже достигли превосходства и отказываются с нами говорить. Значит, надо это превосходство где-то продемонстрировать дополнительно. Приблизительно год назад я слушал высокопоставленного мидовского чиновника. Шутка заключалась в том, что он руководит департаментом контроля над вооружениями. Он на полном серьезе, с каменным лицом говорил, что мы, в общем-то, не заинтересованы ни в каких соглашениях по контролю над вооружениями, если иметь в виду то замечательное оружие, которым сегодня обладает Россия. И вот это как раз пугает. А главное, что Болтон того же мнения. Да. Так что они опять сошлись тут. Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности. Ведь в этот договор из СНВ-3 там есть клоза, что он может быть автоматически продлен на пять лет без переговоров и без ратификации в Сенате. То есть это можно сделать один раз, правда, но вот можно его в феврале продлить 21-го года на пять лет автоматически. Там это заложили. Это можно сделать. И еще не исключено, что даже получится сделать. Пока, правда, обе стороны не очень хотят. Потому что наши тоже выставили такие претензии, которые делают продление невозможным. Но в принципе в последний момент можно попытаться договориться. В общем, мы опять приходим к символической роли ядерного оружия, как оно было некой мифологии применения ядерного оружия, которая была в основе ядерного сдерживания. Точно так же мы видим мифологию превосходства военного и ядерного превосходства России, которые информируют действия нынешнего российского руководства. Продолжаем наши дискуссии о прошлом, настоящем и будущем ядерного оружия. Возьмем ли мы его с собой в 21 век? У нас в гостях сегодня Александр Гольц, Павел Фельгенгаур. И об этой же теме рассуждает Дмитрий Стефанович, военный эксперт Российского Совета по международным делам. Действительно, ракеты средней и меньшей дальности имеются во многих странах мира. США, очевидно, воспринимает это как угрозу своему безусловному конвенциональному доминированию в военной сфере. Но надо сказать, что это касается не только непосредственно ракет, но и других систем, которые развиваются в различных странах, в первую очередь, конечно, в Китае, но также в Иране, в обеих Кореях. И тут надо отметить, что именно появление подобных систем в США способно скомпенсировать те возможности, которые есть в третьих странах. Вместе с тем, надо понимать, что и США, и Россия являются, обладают первенством, превосходством в сфере другими странами в контексте ракетных технологий. Поэтому, возможно, когда подобные ракеты материализуются в США, появятся в России, именно это станет стимулом для других стран присоединиться к каким-то ограничениям. Причем не только, что касается ракет наземного базирования, сухопутных, о которых сейчас идет речь, но и ракет воздушного базирования, морского базирования, которые не покрыты никакими режимами нераспространения и ограничения вооружений. Но при этом, что касается России и США, я очень сомневаюсь, что нас ждет массированное развертывание на уровне холодной войны. Скорее всего, это будут какие-то символические, единичные элементы развертывания, испытаний, которые будут показывать имеющиеся возможности в двух странах. Российская Федерация не обладает ракетами средней и меньшей дальности на сегодняшний день, поэтому говорить о каких-то конкретных системах разведки и целеуказания для этих изделий не приходится. Вместе с тем, для оперативно-тактических ракетных комплексов и для стратегических межконтинеральных баллистических ракет используется весь комплекс, имеющийся средств разведки, начиная от разведгрупп, беспилотных летательных аппаратов так называемого переднего края, заканчивая спутниковыми группировками, спутниками дистанционного зондирования Земли, а также радиолокационными станциями, в том числе и наземного базирования. Что касается времени, тут надо разделять ракеты средней меньшей дальности на ракеты крылатые, ракеты баллистические, а также то, что сейчас модно называть гиперзвуковыми ракетами наземного базирования. В части крылатых ракет это, в принципе, задача тривиальная. Мы это проходили в 80-е годы и в Советском Союзе, и в США, когда готовятся сухопутные комплексы, использующие ракеты, родственные крылатым ракетам воздушного и морского базирования. Сейчас в России прямо озвучено, что будет сухопутная версия калибра. В США разночтение есть, то есть либо это будет опять старый добротамагавк, либо новый модный жазм или его родственники. Тем более в США довольно активно идет программа берегового ракетного комплекса для корпуса морской пехоты, использующая аналогичные изделия, как минимум очень близкое. Поэтому, я думаю, что касается крылатых ракет, то до конца года что-то мы увидим, а возможно какие-то испытательные пуски уже будут и раньше. Что касается баллистических ракет, тут дело несколько сложнее, и, войска оставались одним из приоритетов на протяжении последних десятков лет. То есть, когда на голодном паке все остальные вооруженные силы были в РВСН, деньги поступали, разрабатывались новые системы, разрабатывались новые топлива. Своего рода консенсусное мнение, что они будут размещаться, в первую очередь, в Восточной Азии, возможно, это Гуам, может быть, как кто-то из их союзников. О Европе пока говорить сложнее, так как, очевидно, политическое противодействие таким действием со стороны европейских держав, в первую очередь, Германии, которая, в принципе, и генсек НАТО Столтенберг, службы которого недавно продлили, также говорила об отсутствии планов как минимум по ядерным ракетам. Поэтому, я думаю, начнем с Восточной Азии, но какие-то символические размещения у непосредственной близости от границ России могут быть, и это будет воспринято как нечто крайне провокационное. И России достаточно тяжело компенсировать эту ситуацию с созданием подобной угрозы для США. Но при этом надо понимать, что размещение ракет средней дальности на Камчатке, на Чукотке вполне ставит под угрозу западное побережье континентального Соединенного Штата Америки. Дмитрий Стефанович, военный эксперт Российского Союза по международным делам в сюжете Антона Сергеенко. Сейчас хотел бы в заключительной части нашей передачи поговорить в целом о будущем, о 21 веке. Что ядерное оружие останется основой стратегического баланса или дисбаланса? Мы по-прежнему живем в ядерной парадигме и будем жить в обозримом будущем? Да, конечно. Это неизбежно. Нельзя назад отменить. И будет нарастать клуб ядерных держав и возможности сценарий применения ядерного оружия с учетом третьих сил. И отменить ядерное оружие уже нельзя. Это невозможно. Создать какую-то там типа полицию российско-американскую, которая будет там нападать на другие страны, не давать им создавать ядерное оружие или применить его. Это тоже бессмысленно фантастический вариант. То есть ядерное оружие есть, оно будет, а оно будет применяться. Это тоже неизбежно. То есть вы статистически то, что вы говорите, вероятность приблизится к единице тактического. Она в долгосрочном плане, да. Ядерный порог пока, слава богу, велик, высок, так сказать, скажем. Да. Можно надеяться, что когда его применят, наконец, в несчастном таком случае в какой-нибудь стране, которую не так сильно жалко, типа, как тогда Бисмарк говорил, что социализм и коммунизм замечательная идея, но вот практически непроверенный, поэтому примените его лучше в стране, которая не жалко, в России. Попробовать. И результаты применения ядерного оружия будут настолько катастрофичными, что это напугает человечество еще может лет на 50, на 70. Это, наверное, наилучший возможный вариант того, что может произойти. Наихудшее это хирургическое применение такого небольшого количества не очень мощного ядерного оружия, которое поможет какой-то из сторон добиться политических целей, не приведя к катастрофе человечества. Тогда ядерное оружие станет потом, следующее применение будет происходить все чаще. легитимизируется. может. Может такой быть вариант. Это мы говорим о теоретическом будущем. А сейчас реально мы говорим о том, что Америка и Россия находятся на курсе на взаимное столкновение. Причем есть, в общем, насколько можно судить, оно может быть даже целенаправленно идет такое направление на столкновение, во всяком случае из Москвы, как способ выйти из санкций, как добиться сильного кризиса или даже некоторых стычек и балансировать на грани ядерной войны. Вот это то, что придумал Джон Фостер Даллес в 50-е годы. Балансирование на грани войны. То, что называется в Америке есть специальный термин, а у нас просто балансирование. И такая политика работает. Брикмэншип. Брикмэншип, да. Вот сейчас с этим сталкиваемся. То есть это сейчас то, что мне говорят западные дипломаты, мы, говорят, такого давно не видели. А сейчас это используется. Но тут проблема в том, что балансируя на грани, можно оступиться и перейти в ядерную катастрофу. Но мы находимся все ближе, поэтому это сейчас главная проблема. И этого хотелось бы избежать. Нужна новая разрядка. Александр, вы разделяете эти апокалиптические... Ну, в общем, конечно, не хотелось бы думать, что что-то подобное произойдет, но, опять-таки, повторю, мир изменился и появилась некая легкомыслие лидеров по отношению к ядерному оружию. Все-таки, оглядываясь назад, мы видим, что и Хрущев, и Брежнев, два человека, прошедшие войну, и прекрасно помнящие кровь, чудовищные лишения, которые они приносили. И они умножали в разы возможность такой крови и таких чудовищных лишений, когда думали о ядерном оружии. Вот, ну, известный исторический случай, когда, например, к Брежневу приходили, предлагали нанести кастрирующий ядерный удар по Китаю. И он отсылал этих генералов. Потому что был страх. И даже, когда доходили до какой-то грани в отношении с Соединенными Штатами, предпочитали отступить, потеряв лицо, но не доводить дело до самых худших последствий, как произошло в ходе Карибского кризиса. Вот сейчас появилось некое развеселое легкомыслие, я бы сказал, в отношении ядерного оружия, которое, послушайте, я все, всю советскую часть моей биографии, я проработал не в самом миролюбивой газете Советского Союза, называлась она Красная Звезда. Я твердо знаю, что в страшном сне никому из моих коллег в голову бы не пришло написать Тополь на санкции ответим Тополем. Тополь санкций не боится. Не смешите мои тополя. Появилось легкомыслие, вот такое веселое фартовое отношение к ядерному оружию. В духе можем повторить. Можем повторить. Россияне попадут в рай, а эти даже помолиться не успеют. Вот это легкомыслие фактически является публичным отражением тех процессов, о которых говорил Павел. И действительно, ближайшие годы будут чрезвычайно опасными для всего мира. А опасность это возможно? Сейчас мы говорим о российско-американских сюжетах, со стороны Кореи, со стороны новых ядерных держав, Ближний Восток, Исламская бомба, ядерный терроризм, грязная бомба. Насколько велики эти риски? Ну, ядерный терроризм это пока просто пугало. Равно как и грязная бомба. И грязная бомба. Американцы испугались в свое время и подготовились. И насытили свою страну, не очень это афишируя, огромным количеством счетчиков. Потому что бомба и любое передвижение радиоактивного материала они отслеживают не только в портах, но и по всей территории, в городах. То есть они подготовились к этому довольно основательно. Другие нет. Но это сделать сложно. И главное, что не очень понятно зачем, когда можно из аммонийной селитры или других вещей, которые можно купить в магазине, можно сделать бомбу, засунуть ее в грузовик и добиться того же эффекта. Или просто сесть в грузовик и задавить на пешеходной дорожке. И тот же эффект получается. То есть не надо выдумывать такие вещи. Все таки ядерное оружие это то, что может произвести государство. Это не то, что можно сделать в подвале гаража. приватизация и такой ливанизации ядерного оружия. Это невозможно сделать. Это все-таки индустрия. Это нужно иметь государство. Хотя бы северокорейское государство. И тоже не вануату. А государство, обладающее серьезными научно-техническими возможностями. То это пока остается про терроризм говорить особенно не будем. Сердокорейский блеф остается блефом? У них есть боевые блоки, у них есть система доставки. Понятно, что есть, но готовность применить боевые... могут и применить, а могут скорее всего нет, но точно будут этим угрожать. Понимая, что если они что-то подобное применят, то могут получать по полной программе полный ответ, и их точно все уничтожат, причем участвовать в этом будет даже и Китай, я думаю. Так что им вообще будет деваться некуда. То есть сдерживающих факторов пока достаточно. исламской ядерной бомбы тоже пока нету. Появится возможно иранская, пока ее нет. Израильское иранское противостояние это очень опасно, но опять же пока это не дошло до грани. Индопакистанская ближе в действительности, у той и другой стороны уже есть хороший арсенал, и есть готовность к боевым действиям, и это может произойти вероятность войны ядерной скорее всего на субконтиненте. То есть если глядеть на следующий почти 2020 год, на следующий 30 лет вперед, то вы наиболее высоко оцениваете вероятность Индопакистанской войны. Вообще-то НАТО России сейчас вероятность самая большая. Вот сейчас конкретно сегодняшний день. В том числе с применением ядерного оружия. Да, причем не только нашего, но еще и американского, но также французского и английского. Да, печальное заключение. И наращивание будет с их стороны оперативно-тактического оружия ядерного, которое они свели почти к нулю, а у нас оно осталось. Теперь они нас будут догонять в этом смысле. То есть наши военные добились того, что хотели, они добились гонки вооружения. Ну что же, остается в этих словах только надеяться, что Антон Павлович Чехов оказался неправ относительно своего ружья, висящего на сцене, которое рано или поздно должно выстрелить, в том, что касается ядерного оружия. Потому что те вещи, о которых рассказывали наши сегодняшние гости из прошлого, которые мы все еще помним, они, кажется, возвращаются с учениями гражданской обороны, с брошюрами, откуда уходят угрозы миру, с рассказами о том, как Москва превратится в озеро из стекла, поскольку ядерная бомба все расплавит. Так что будем надеяться все же, что надежда умирает последней в данном случае. Спасибо за этот безрадостный рассказ, но тем не менее мы должны смотреть будущее широко открытыми и трезвыми глазами. Это Павел Фельгенгаур, военный обозреватель «Новая газета», Александр Гольц, военный обозреватель, шеф-редактор портала «Ежедневный журнал» и я, Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok